Какие продукты повседневного рациона окажут хорошее влияние на мужскую потенцию? Как и в каком виде их лучше употреблять? Чем усилить полезное действие для предотвращения серьезных проблем? Обо всем этом мы расскажем вам в нашем выпуске. Основное условие для нормального функционирования половых органов – это достаточный уровень тестостерона. Гормона, который секретируется в организме не только мужчин, но и женщин. Конечно, у последних его намного меньше, однако он в немалой степени влияет и на женское либидо. Для мужчин тестостерон становится одним из важнейших гормонов для поддержания не только потенции, но и всех других здоровых характеристик, свойственных крепким, подтянутым, сильным и уверенным в себе представителям мужского пола. Поэтому питание должно строиться так, чтобы его синтез оставался на достаточном уровне, а выработка эстрогена была минимальной. Теперь уже известно, что все мы изначально планировались с природой как будущие девочки. Это необходимо для нормального поддержания численности популяций. Рождаемость естественным образом регулируется самой природой. Но для оплодотворения женских половых клеток необходимы сперматозоиды, несущие половину генетического набора для создания первичной зиготы. В дальнейшем из нее начинается активное деление бластомеров и большое количество самых разных процессов, конечным итогом которых становится рождение маленького, но здорового младенца на свет. В чем заключаются функции мужчин? Чтобы процесс размножения продолжался, важность лиц сильного пола также нельзя преуменьшать. Замечено, например, что обильное поступление этилового спирта в организм мужчины часто становится вполне надежным контрацептивом. В итоге нередко встречаются ситуации, когда муж, вынужденный по состоянию здоровья полностью отказаться от алкоголя, внезапно ставит жену перед фактом – беременность. Хотя многие женщины на фоне многолетнего бесплодия считают, что в неспособности стать матерью были виноваты только их организмы. Поэтому самое важное для сохранения и восстановления потенции, это отказ или хотя бы минимальное употребление спиртных напитков, а также курение. Такие изменения сами по себе станут решающим фактором для сохранения потенции. Как следует изменить свое питание? В Японии и Китае, например, признанным способом усилить потенцию считается тертая редька сорта дайкон. У нас вы можете свободно употреблять традиционные белые и зеленые виды. Вообще, вся свежая и листовая зелень, корнеплоды, фрукты станут полезным дополнением к основному блюду. А на десерт рекомендуем предпочитать разные виды орехов. Второй тип продуктов – это рыба, моллюски и ракообразные. В частности, особенной эффективностью обладают устрицы. В состав морепродукта входит не только большое количество качественных белков, но и один из важнейших микроэлементов для половой сферы – цинк. Единственный недостаток – это цена и сложности с приобретением свежих моллюсков в северных странах. Поэтому другие доступные морепродукты будут оказывать похожие действия в виде активизации синтеза гормонов и увеличение общего объема мужской семенной жидкости. Как удешевить собственное меню? Если же такие продукты для вас не слишком доступны, можно остановиться, например, на камбале. В ее мякоти много витаминов А и Е, полноценных белков и того же цинка. Еще один ценный продукт – это скумбрия. В ее мякоти содержится большое количество жирных омега-кислот, которые оказывают пользу не только для потенции, но и способствуют уменьшению риска инфарктов, инсультов и атеросклероза. Дополнительное действие заключается в поддержании функций мозга и молодости кожи. Фосфор в ее составе улучшает качество спермы, а белок становится строительным материалом для миллионов новых сперматозоидов. Еще один ценный источник – это красные сорта мяса и, в частности, говядина. Белки в ее составе, железо и другие ценные вещества комплексно укрепляют организм для усиления потенции и поддержания физической формы. Для понимания важности этого компонента в обычном питании можно посмотреть на веганов или вегетарианцев, в них часто будто бы нет жизни. А мужчины, регулярно употребляющие мясо, достигают такой силы, что начинают передвигать грузовики. Поэтому вечный спор о пользе вегетарианства так и не нашел того, кто действительно абсолютно прав. В каком виде полезнее всего употреблять мясо? Рекомендуем учесть некоторые особенности. Для получения максимальной пользы желательно не смешивать мясо с углеводистыми гарнирами и хлебом. Идеальным дополнением станут свежие листовые овощи, небольшое количество соли и специй, лимонный сок. В таком виде блюдо будет приносить только пользу, если в настоящее время еще нет развитых заболеваний внутренних органов. Еще один несомненно полезный продукт – перепелиные яйца. Концентрация важных веществ в них достаточно высока. При этом факт безопасности в плане сальмонеллеза позволяет включать этот продукт в питание в сыром виде, чтобы получить максимальную пользу для поддержания потенции. Комбинируя перечисленные продукты в тех или иных соотношениях, можно добиться хорошего действия на организм и предотвратить дистрофические изменения в органах тела. В качестве полезных добавок станут имбирный чай, свежие соки из фруктов и овощей, различные пряности и специи.